Ииии, снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, а вернее, ребята, мы продолжаем играть в мега-крутую флешку под названием Brave Shorties 2. И в следующей серии, ребята, мы слились в том, что мы уже довольно много врагов развалили, довольно неплохо увеличили свою армию, создали вот столько уже ребят крутых, мега-классных, и также открыли новых крутых ребят, один из которых это Монах, который бафает наших ребят и даёт вообще заклинание неуязвимости, и это просто офигительный чувак, хочу себе таких побольше, чтобы время заклинания висело побольше, то есть, чем больше у нас будет Монахов, тем дольше должно вроде как держаться заклинание, насколько я понял, мне даже в комментариях это подсказали. И появился ещё Аксмен, который улучшенный рыцарь, и он капец, насколько сильный, если посмотреть разницу, то реально я бы таких хотел прямо сейчас, штук 50 уже, весь отряд бы из них сделал, но самое, о чём мне больше хочется, чтобы появились уже враги такого типа, как боссы, вот как у врагов есть боссы, в прошлой серии они появились, и они мега-крутые, я таких же себе хочу, надеюсь, такие у меня будут и появятся в ближайшем времени, было бы очень здорово, на самом деле, так кину сразу три заклинания, которые самые такие простые против босса, тем более, я думаю, надо бы сразу такое использовать. Ну что, а тем временем, ребята, пока вы это смотрите, не забудьте ставить лайки, чем больше лайков, тем больше серии по Brave Shortest 2, пройдём его до конца, если, конечно же, вы будете поддерживать лайками, так как я продолжаю снимать до тех пор, пока вам, конечно же, всё это дело нравится, поэтому, лойсы, не жалейте, это очень важно. Такс, ну ладно, юзаем мечи, юзаем стрелы, заклинания щита пока не буду использовать, не кажется сильно это в данный момент нужным, хотя появился новый враг, вот этот копейщик, который сейчас сносил достаточно такой бодрый урон по нам, не хотелось бы снова с ним встретиться, так как можно реально потерять большую часть солдат. Ну, пока же 2000 хп, вроде держимся, но если отпадут все мечники, то уже будет не так круто. Ну что, двигаемся дальше, сейчас придётся, наверное, юзать щит, потому что иначе меня раскатает... Офигеть, какая у них здесь армия, ребята, вот это я понимаю... Аааа, меня сейчас будут рвать. Быстрее бомбардиры, выносите к чертям их, всех-всех, давайте! Так, подождите, это нельзя пока использовать, это коронная... Что у меня убили? Мага молнии. Ммм, как же не вовремя-то его убили, как раз бы сейчас уничтожили этих чуваков и дошли бы до четвёртой арены. Ну, пока придётся так, что уж делать-то. Эх, грустненько, грустненько. Ну, надеюсь, четвёртую арену мы сможем четвёртый бой пробить, хотя я чё-то не сильно уверен на самом деле в этом деле. Но у нас будет 500 голды и мы сможем позволить себе крутых, классных ребят, я думаю. Так, бам-бам-бам-бам! Ну, чё-то так, не знаю, не знаю, чё-то я в нас начинаю сониматься. Но если бомбардиры сейчас всю катку вытащат, то, да, будет суперкруто. И бомбардиры вполне себе могут вытащить, потому что они всех дамажат, пока отвлекаются на таких простых слабеньких ребят в моём отряде. Давай быстрее, щит, щит, щит! Нужен щит, всё, держим щит хотя бы. Может быть, хотя бы за время щита мы сможем что-то сделать. Давай, ну, 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 давай! Ну, я хочу выиграть, скорей! Ай, блин, чёрт! Мы почти прошли! Если б заклинания были... А-а-а, обида! Ну, чё, ничего, ничего не вылазит, ничего. Я должен сам нажать, что ли? Или вы ещё сами не поверили, что я погиб? Ну, ладно, давайте сами выйдем. Я надеюсь, мне деньги засчитаются за это? Да, деньги засчитались, и мы открыли ещё одну ячейку. Так, я думаю, продам одного рыцаря. Куплю себе сразу вот этого Аксмена. Посмотрим, насколько он шикарный. Мне кажется, что он покажет ещё всем, насколько он супергерой. Так, вот это продадим. Давайте возьмём себе... Может, ещё одного монаха? Я не знаю, на самом деле. Или ещё лучников. Трудный выбор, на самом деле. Давайте ещё одного монаха возьмём. Если заклинание будет дольше висеть, и урон ещё увеличится, то, в принципе, неплохое решение, мне кажется. Такс. И вот этих ребят вот так поставим. Даже как-нибудь вот так, может? Я даже не знаю, как лучше их, на самом деле, поставить. Можно вот так. В принципе, неплохое решение, наверное. Ну, давайте пока так оставим, посмотрим. На самом деле, не так всё сильно важно в расстановке, я думаю. Так, давайте попробуем на вот этих ребят напасть. Хотя они более жёсткие, но... Может, получится у нас всё-таки справиться с ними. Я буду на это надеяться, по крайней мере. Что вы с боссов начинаете? Нет, они не с боссов начинают. Ну, ребята, у них сразу скажу, что они самые приятные. Так. Но большую часть заклинаний про юзеры. Так, Аксман сколько сносит? Ну, Аксман сносит каких-нибудь вот эти орки новые. Неплохо дамажит, по крайней мере. И по хпшке у него тоже должно быть всё очень приятно. Стенка пока живёт, но придётся сейчас использовать заклинание щита, потому что иначе нас развалит. Ну-ка, на сколько дольше держится щит? Ну, вроде да, подольше держится всё-таки. Даже довольно неплохо держится больше. Если я, конечно, не сам внушился сейчас саму себе это, надо будет ещё купить парочку монков, и тогда будет более-менее понятно. Но, я думаю, зрители меня не обманывают, да? Вы же хорошие ребята, вы же не только подсказываете. Ого, тут уже пять боёв, я только сейчас-то увидел. Вау. Вау, 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 уже пять, ё-моё. Как всё становится серьёзно-то, а? Как резко так всё стало серьёзно? Блин, а вот этого сейчас убьют у меня, наверное, чувака. Хотя всё ещё держится, смотрите, довольно неплохо. Сильный мужик-то! Уже сколько урона на себя принял! Офигеть, он мне нравится, я его люблю. Я бы его расцеловал. Просто, посмотрите, сколько времени он вытанковывал. Он до сих пор будет танковать ещё где-нибудь, наверное, 1-2 удара, по крайней мере, выдержит. Но у нас уже скиллы откатились основные, поэтому сейчас мы новенький отряд раскатаем по-быстрому. Так, все заклинания сразу. Дран! Всё. Дран-да-да-да-да. Всех перебили. Ну, большую часть. Главное, только пятый бой пройти. Ну, мы, по идее, на пятом бою уже без заклинаний, поэтому даже не знаю, как у нас получится. А столько заклинаний щита осталось. Конечно, держится достаточно долго, но если будет очень много крутых ребят, то мы, наверное, не выстоим. Но, в принципе, такого среднего качества враги мы, может, даже и выстоим. Чёрт его знает. Сейчас посмотрим, как оно получится. Если бомбардиры закидают гранаты туда, куда надо, то, в принципе, да, можем победить. Сейчас посмотрим. Не знаю. Пока трудно мне решать. О, всё, всех магов вынесли. Всё, это победа. Изи катка. Мы победили, ребята. Целых пять боёв прошли. Офигеть. Так, сколько мы получим? 122 золотых... 122 золотых монеты. Неплохо, неплохо. Даже классно, я бы сказал. Так, у нас не выпал фортунвилл? Нет, не выпал. Блин, хотелось покрутить. Так. Может, ещё одного монаха? Или ещё одного с топором, чувака? Или бомбардиров новых? Даже не знаю, на самом деле. Трудный выбор. Давайте купим... Начнём покупать новых бомбардиров. Почему бы и нет? Они всё равно классные, как бы, в любом случае. Так, давайте его подальше поставим, чтобы он у меня не умирал. И вот так вот. Где-то вот так, наверное. Да, мне кажется, так будет нормально. 88 золота. И пойдём в лес. Против эльфов. Сражаться. Блин, когда мне кажется... Мне всегда... Я вот представляю себе, это как-то в реальной картине. Типа вот такая, знаете, армия гномиков идёт и нападает на других. Блин, это... Мне кажется, довольно смешно выглядит. Так. Воу-воу-воу. Хватит кидаться. Не надо, вы бушники. Пошли вон. Так, новые бомбы. Ну, вроде неплохо дамажим. Вроде неплохо. Так, главное не потерять монахов. Если монахов будем терять, будет очень не круто. Потому что тогда у нас пропадёт этот баф на неуязвимость достаточно долгий. Так, здесь тоже 5 боёв. Немножко это начинает напрягать, но ладно. Бам-ба-ба-бам. Главное не потерять танка. Танк моё... моё золото прям в этой игре. Ну, быстрее убейте того... Маленького засранца! А, ладно, они без этого справились. Просто я хотел молнии ударить, думаю. А они так долго убивают... Ого, чё за... А, это артефакт. Я, блин, думал, что уже мешок золота какой-то начал дропаться. Это, типа, миллиарды денег. Но это нифига не то, что я думал. Ну что, под щитом пока подерёмся. Бомбардиры закидают основную массу, я думаю. Так, воу. Всё. Ну, дальше будет довольно изи. Блин, мы потеряли всех монахов! Вот жопа. Теперь вряд ли мы дойдём, наверное. Теперь я сомневаюсь, что без монахов мы сможем пройти. Нам всё-таки нужна неуязвимость. Эх. Ну, посмотрим. Мне нравится, что этот чувак просто неуязвимый, по-моему. Сколько пытаются убить, он всё стоит и стоит. Да, лучники это, конечно, наша слабость. Разваливают они нас прям, как детишек. Ну, хоть четвёртый бой-то мы подойдём. Давай, ну, давай, 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 давай. Мне нужны деньги, а то если всё-таки не выиграешь, то денег не получишь. А это... Как раз то, чего нам совсем не надо. Ну, можно посмотреть, кто на пятой волне, и, в принципе, сдаваться. Кто там, кто там будет? Ну, там вот эти будут. Чё мои солдаты им сделают? Можно отступать смело. Так, давайте ещё бомбардиров купим. И колесо крутанём. И ещё посмотрим, что там за артефакт выпал клёвый такой. Так, и... О, сотка, неплохо. Тогда можно купить себе ещё одного чувака с топором. Он реально крутой, я таких хочу побольше. Так, может... Нет, всё равно будет слишком мало. Хотя одного можно продать, да. Так, и... Не знаю, продавать лучников или нет. Вот этих вот. Сколько стоит там с бомб... А, 400, нет. Не-не-не-не-не. Давайте можно купить вот этого. Ещё одного. У нас таких мало. Поэтому можно и купить себе. Можно, по идее, вот так вообще сделать, на самом деле. Было прикольно себе, как Circle Empire списала бы цифрами мощность моего отряда. Это было бы поэпичнее немножко. Так было бы проще понять, насколько мы крутые. Ну, мы совсем, наверное, не крутые. Так, лут плюс 10%. Ммм... Ммм... Ну, может быть, поставить себе это? Давайте вот так сделаем. Посмотрим, насколько будет больше лута. Насколько больше денег мы заработаем. Так, ну что, снова на этих пойдём? Давайте снова на этих. Теперь у нас два крутых мечника. Мне это нравится. Ну, самые простые заклинания сразу используем. Хотя давайте всю сразу пачку. Чтоб вообще особо не терять ничего. Мы прям по полной сразу их отфигачим в самом начале. Чтоб вообще едва-едва. Вон, практически ничего не потеряли, можно сказать. Так, ну, тут лут особо ничего не дал. Типа, ммм... Если это просто на 10% больше голды, то... Ну, если сотка будет падать, то прикольно. А если так, то не очень. Так, под щитом. Бомбы, бомбардиры, давайте. Почему нету какого-нибудь бафа, который бы ещё быстрее сделал скорость атаки? Мне бы какой-нибудь не монаха, а какого-нибудь... Точнее, монаха только, который бы ускорял. Так, 3200. Пока держимся неплохо. Уже заклинания почти откатились. Поездил отряду, конечно, можно смотреть по хпшке. Но тут с заклинаниями оно немножко не так выглядит. Па-па-па-па-пау. Мне нравится это, когда мы бомбами их закидываем. Прикольно выглядит. Так, блин! Потеряли мага. Теперь на дно заклинания меньше. Грусть-печаль. Но ничего. Хотя бы 3 заклинания есть, которые я сейчас тоже сразу использую. Гореть пуканы у них не будут в этом матче. Так, ба-ба-ба-баум. Всё, бомбы пошли скорее! Бомбы, 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 бомбы. У нас один монах остался. Нельзя терять монаха ни в коем случае. Нельзя монаха терять! Уф, мы не потеряли его. Всё, пятый бой. Так. Кстати, мечники вообще не отпали у меня, если посмотреть. Всё так же стоят. Герой. Нифига себе, а скорость таки-то у Аксманов довольно быстрая, если на это так глянуть. Я как-то не всматривался на тему того, насколько быстро они бьют, но бьют они достаточно быстро. Ммм, заклинание не успеет откатиться. Но я думаю, Аксманы, наверное, выстоят всё-таки против этих ребят. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Давай! Ес! Ес! Мы выстояли, ребята! Победа! Ещё один слот открыли. Ещё одного чувака теперь можно добавить в нашу армию. Так. Оп. Хотя у нас здесь вон сколько места ещё. Можно, по идее, купить дешёвеньких юнитов всякие, чтобы, типа, просто забить место, и оттуда бы чуваки уже стреляли всякие. Тоже, в принципе, неплохое решение, мне кажется, потому что заклинание снайпер-шот от каждого чувака зависит. Поэтому, по идее, лучников... Давайте купим их. Почему бы и нет? Просто забьём место. Это всё-таки реально урон, если подумать. А пока мы... Мне кажется, всё-таки четыре чувака будут лучше, чем одни там за 300 голды будет. Какой-нибудь за 400. Может, я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что это будет получше вариант. Давайте нападём на последних, ребят. Посмотрим, получится или нет, заточить. Сейчас, по идее, снайпер-шот просто очень много врагов должен сносить за раз. Потому что сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь лучников, значит, восемь выстрелов должно быть. Да, вон сколько долго стреляют. И считайте, весь отряд уничтожили чуть ли не со старта. Вражеский. Пока мне нравится такая идея. Хотя уже кто-то пишет дизлайк-отписка. В комментариях, наверняка. Так. Ну, мы это используем. Чё бы и нет. Why not? Хорошая штука. Против нехорошей толпы врагов. Как мне нравятся эти взрывы бомб. Прям так как ба-ба-ба-бам. И смотришь, как разлетается вражеская армия. Прям такое удовольствие мне это приносит. Ха-ха. Ну, здесь всего четыре волны. Хотя здесь больше всего боссов, если, по-моему, вспомнить. Вот этих вот больших чуваков. Блин, такого же хочу себе большого чувака. Может, в следующей как раз атаке-то у нас он и откроется. Если сейчас мы здесь победим, то вполне возможно, что так и будет. Возможно, правда, только. Так. Я, наверное, заклинания не буду тратить или тратить заклинания. Я не знаю. Я бы подождал на самом деле. И использовал его на последнюю волну. Давай, парень, держись. Убивай его. Мочи этого танка. Все. И сейчас можно будет полный прям весь спектр заклинаний использовать. Так. На, на, на. И сейчас еще вот это перезарядится. Скорее, 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 скорее. Так. Все. Вам пипец, ребята. Вы этого точно не вы... Эй! Чего мечи-то не полетели? Вот так. Ну все. В кашу их. В кашу, в кашу, в кашу. Мы должны выстоять, ребята. У нас нету танков, но мы должны выстоять. Давайте. Монах. Скорее, кд-шся. Без заклинания монаха вряд ли выстоим. Или выстоим. Не, мы выстояли. Или не выстояли. Блин. Скорей. Ох. Все. Теперь точно выстояли. Возможно, этот чувак бы нас развалил, так как урон у него огромный. Блин. Еще он и бьет, то вон как. Давай! Мочи его! Гори, 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 гори. Иду давай! Да! Ура! Просто один удар, одна тычка, и мы проиграли. Этот мужик просто... Какой классный, я его люблю. Я поцеловал бы его в блестящую лысину, но, к сожалению, я поцеловал бы только монитор. Так, новый чувак охотник появился. Вот это уже выглядит любопытно, в отличие от арчера простого. Вот этот мне чувак нравится. От этого мы, наверное, даже купим. Но, сделаем это в следующий раз. Если вам нравится эта игрушка, Brave Shorty, если вам нравится, хотите больше по ней роликов, не забывайте ставить лайки, и роликов будет, конечно же, больше. Поэтому, лойсы, 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 не забывайте, обязательно будет больше серии, пройдем эту игрушку до конца, если вам, конечно, это все нравится. И так же, если здесь впервые, не забудьте подписаться. Тут сейчас какая-нибудь аннотация выразит, можете сразу по ней кликать. Это все. Удачи и пока. Хорошего настроения. Не скучайте, не болейте.